Ровно год назад в 4 с половиной часа ночи вот на этом самом месте Алексей Фильянов нанес свой первый удар Александру Житкову. Драка могла бы на этом закончиться, но спортсмен не успокоился и добил своего соперника. После этого Александр прожил еще 4 месяца, пройдя сложное хирургическое лечение. Ему проведено несколько операций, в том числе и трепанация черепа, месяц отделения нейрохирургии. Я дежурила, я находилась с ним каждую минуту, просто мы не думали совершенно ни о деле, ни Алексея Фильянова, ни вообще, как бы нам, честно говоря, это совершенно не интересовало. Он получил вторую группу инвалидности, очень шел тяжело процесс реабилитации. По словам очевидцев, чемпион-рукопашник оскорбил двоюродную сестру Александра Житкова. Брат хотел урезонить спортсмена. Спустя год после роковой драки друзья и близкие Житкова вышли на пикет, требуя проведения дополнительного расследования. На Фильянова заведено уголовное дело о нанесении телесных повреждений по неосторожности. В ходе расследования было установлено то, что смерть потерпевшего и причинение телесных повреждений обвиняемым не состоят в причинах следственной связи. А соответственно причинение телесных повреждений не повлекло причинение смерти. Сейчас спортсмену грозит 6 месяцев ареста или штраф в размере 80 тысяч рублей. Друзья Александра добиваются более строгого наказания. Человек очень положительный, никогда никого не обижал, в драки не вступал. А вот такая безнаказанность, спортсмен, он считает, что он самый лучший, наверное, я не знаю. И привык решать свои вопросы именно силой, а никак не словами. Даже если, может быть, и ссора была совсем как-то спровоцирована, то есть всегда можно все решить словами. То есть я не считаю то, что человека надо забивать просто за что бы то ни было вообще. Пикетирующие подписали обращение в Государственную Думу с просьбой дополнить уголовный кодекс статьей, согласно которой владение боевыми искусствами будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении насилия над человеком.